добрый день наш сегодняшний пост будет посвящен недельной главе а именно в недельной главе у нас есть заповедь которая называется еврейский календарь заповедь о том что мы должны осветить месяц и что nissan nissan будет будет первым месяцем и он будет обязательно весной то есть многие основы еврейского календаря а именно освящение месяца то что еврейский календарь будет по луне но что он будет завязан солнцем да потому что месяц nissan выхода из египта обязательно должен приходиться на весеннюю пору что такое весна как каким образом корректировать лунный календарь совместно солнечно потому что если только будет лунный календарь то этот месяц один за другим лунный календарь всегда отстаётся от солнечного календаря в среднем на 10 дней в год за год за три года получается три месяца три три раза по 10 часа целый месяц и поэтому у нас есть система выравнивание система добавления месяца как в этом году месяца адар 13 месяца для того чтобы выровнять солнечный календарь вместе с лунным для того чтобы всегда месяц ниссан выпадал на весну но это как бы минимум правил так вот все это учится из недельной главы да и это самая первая как бы заповедь торы которую всевышний хронологически сказал муше когда евреи находились в египте еще перед выходом почему это первая заповедь тора мы дадим ответ давайте сначала поговорим как это работает как работает освещение нового месяца луна скрывается да мы сейчас как раз изучаем трактату рошана и мы подробно на уроках кто захочет сможет посмотреть когда мы закончим этот цикл начнем выставлять подробно объясняем каким образом луна скрывается это значит она становится между солнцем и землей поворачивается освещенной стороной только к солнцу земле на повернута своей не освещенной стороной и после этого она продолжает двигаться и тогда ее освещенная часть видна земли это начало нового месяца который можно заметить то есть обновление луны происходит в тот момент когда она полностью скрывается от жителей земли это примерно двадцать четыре часа минимум шесть как мы учили в талмуде мы поговорим сейчас смотрите наши коммунистические уроки так вот когда свидетели по закону тора это происходит а когда свидетели видят маленький серпик луны они могут прийти сказать мы видели луну это происходит на тридцатый день вечером да после минимум двадцати девяти дней на тридцатый день вечером они это видят и тогда суд может осветить по свидетельству луну новый месяц это происходит 30 числа 31 она уже автоматически начинается новый месяц так 30 считается первым начинается новый месяц от чего это зависит это зависит от решения суда то есть суд принимает свидетелей проверяет верно они говорят неверно видели луну или видели какой-то суть сущность какую-то которая показалась им как луна если все складывается тогда бейзин принимает решение объявляют месяц освещается народ подтверждает говорят месяц освещается так и получается такой интересный момент может быть что они приняли свидетельство но не успели еще уже наступил следующий день не успели осветить тогда месяц не освещается да то есть если свидетели пришли но пока там все обсуждали так сяк день прошел но вечером невозможно осветить день прошедший день задним числом можно стать только если мы еще находимся в этот день то есть ночь началась увидеть эти пришли мы еще днем находимся вот этого 30 числа что мы сейчас решаем он будет 1 или 30 тогда можно но если же все наступило как бы грубо говоря 31 все уже невозможно осветить следующий месяц будет мы у бар будет из предыдущий месяц получается 30 дневные они 20 как же так на них видели луну видели ж луну на что она вышла как же может быть что этот месяц мы считаем что в нем было 30 дней такого вроде бы не должно быть отвечает рашба и так написано наших мудрецов оказывается кто решает время какое это не выход луны вот это вот объявление суда она решает когда начинается новый месяц на небесах более того считают что кто имеет право решить еврейский суд в иерусалиме который имеет полномочия великого суда он решает когда начинается время новый месяц понимаете то есть это не только физическая реальность в зашедшие луны без решения суда это физическая реальность не решает ничего мы считаем что месяц будет 30 дней несмотря на то что мы уже видели новую луну наши среди виде новую луну более того раш бога пишет что у нас есть такое правило что женщина у которой начинается менструальный цикл он может начинаться в какой-то день связанный с днем в месяц то есть эта женщина постоянно видит например первого числа месяца или постоянно видит второго числа месяца много задает рожбо комент великий раввин города барселоны и каталонии задает вопрос ну как же так бывает же что этот первый день он будет в сегодня может быть он будет завтра зависит от того как бейзин как еврейский суд осветили новый месяц чай раж будет да действительно это так физические явления подчиняются то есть физиологические явления физические явления время все подчиняется решению суда то есть раж бы объясняет действительно у нее будет постоянный мечный цикл на то первое который бейзин еврейский суд приняли считать это первым понимаете то есть получается что реальность человеческого организма реальность на небесах реальность всего подчиняется вот этому решению суда да вот это вот такая вот концептуальная вещь кто как бы властвует над временем те люди которые являются представителями тора на земле в иерусалиме которые с чистыми мыслями с чистыми решениями они принимают это решение и без и бог бог передал им это право решать какое сейчас время понимаете какая концептуальная мысль но мы же должны дать ответ на вопрос который мы начали а почему это самое первое заповедь освящение месяца и что глава поколения великий суд имеет право освещать месяц почему это самое первое заповедь почему еврейский календарь и вот этот вот способ его внедрение в жизнь это первое заповедь очень интересный момент что мы говорим луна все время циклирует да она то начинается то приходит к тому что она скрывается она уменьшается и скрывается полностью то есть эта цикличность на говорит о том что еврейский народ он точно также если народ сравнивается с луной царство давида сравнивается с луной то есть как луна постоянно находится в состоянии она всегда в динамике да и всегда за уменьшением всегда придет новая луна всегда будет как навредите затеет хат шут все начнется сначала за самый тяжелый за самым тяжелым периодом когда полное сокрытие всегда будет новое открытие и момент что еврей еврейский суд решают сами когда начнется время когда будет этот момент нового в жизни когда этот момент начинается в реальности и это властвует над реальностью вокруг нас это две вещи два две основы две идеи из-за которых это самая первая заповедь который нужно знать что кто решает когда наступает время те кто решают те кто имеют власть торы и всегда за самым-самым полным сокрытием будет новая луна будет открыть большое спасибо